Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте отправляться в лагерь казанцев. Надеюсь, они нас встретят подобающим образом. Что в порядке, кстати, на прохождение игры? Если я правильно помню. На все про все, ребята, у вас следует более 10 часов. Это при том, что если будете выполнять основные квесты с дополнительными, плюс еще всякие плюшечки, то у вас следует, ребята, порядка 40 часов. И это факт. Это при том еще условие, если у вас она будет не вылетать. Я, кстати, вам небольшой спойлер, ребята, скажу, чтобы смотреть данное видео. А спойлер будет заключаться в чем? Если вы разговариваете с каким-то писем в диалогах, старайтесь после завершения диалога слов в каких-то определенных предложениях перещелкивать. Иначе у вас игра зависит и просто вылетит. Это был неоднократный прикол, который я перепроходил. Получая, вырезая очень много с прохождений. Поэтому не советую вам так вот испытывать судьбу. Поэтому в этой игре, если знать, конечно же, очень много фишек по поводу багов, то у вас есть шанс еще и пройти. Так, на данный момент, что я имею, хоть посмотреть-то. Обереги, 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 да? Доступны очки развития. И что мы с ними делаем-то? Ага. Враг с полным здоровьем получит значительно больше рон от легкой атаки. Хорошо. Будет так. Все, что можно, я оставлю. Вот, кстати, пока я оставил, получилась и ночь. Ну, в этой игре нормальное время смены дня и ночи. Она может как внезапно появиться, так и внезапно исчернуть. Вот эта вот смена локации по поводу дня и ночи. Поэтому, если вы хотите... ...поиграть в Джона Рэмбо, милости прошу. Самое, что главное... А, все-таки это не ночь, ребята. Все-таки это у нас лес, который не пропускает влагу, да? Или, так сказать, свет. Слышно, кстати, что такие тут повозки рядом, да, катаются. Как там, я помню, один такой мем был прикольный. Написал один чувак в комментариях. Польские наемники не смогли взять мазку, потому что они упирались в невидимые стены. Здесь, кстати, это так много присутствует, что порой иногда даже раздражает. Но я стараюсь себя держать в рамках не горения все-таки. Хотя и бывают иногда моменты в ПВП боях по поводу... Я бы сказал, соприкосновения с волками или же с медведями. Прям до горения возникает, что они тебе попадают, они тебе снимают хп достаточно больно и плотно. А ты попасть не можешь по нему в упор. То есть ты мечом машешь там или саблей, или там алебардой, кому как больше понравится, чем бы там он упражняться. И ты, соответственно, не можешь этого сделать, потому что у тебя пропадает через текстуру все это. Ну что ж, вот мы прибыли в лагерь. Всегда, единственное, что я говорил в этой игре, ребята, в игре в этой, есть только две составляющих. Это очень классно, и разработчикам я за это поставлю десятку-десяти. Только вот за это. Вот это визуал, графика здесь, да, на уровне, вообще на уровне, просто на нереальном уровне. И второе, это полностью, если вы хотите прочитать историю, в которой вы, может быть, даже не сильны, А вот, может, вообще вы ни хрена не знаете по поводу вот этого вот смутного времени. Мое почтение. Поэтому все остальное, да, желает лучшего оставлять. Но вот именно визуализация и исторические тонкости, это прям чпок. Это то, что нужно в этой игре. Ну, в любом случае, она вышла, и как и она есть, так и есть, ребята. Вы можете в нее играть, можете не играть. Я ее пройду, я добьюсь. Со второго раза я ее пройду. С первого раза я не прошел, но я так и говорил. Второй раз я ее точно пройду, это я вам обещаю, ребят. Да, будет долго, да, будет муторно, но мы это сделаем. Челом тебе, Иван Иванович. Здравствуй, Юрий Дмитриевич. Слышал я о тебе, вот видите, что не доводилось. И я, Иван Иванович, о тебе слышал немало. Вот и решил приехать, уважение высказать. Ну что ж, поговорим. А вот в войске, говорят, казанцы, мол, зазнались. Никого в ополчении в почете не держат. А я вот думаю, может, казанцам есть что сказать? Видно человека разумного. Ну так и послушай. Царство мы себе от ляхов отбить хотим не просто так, а чтоб каждому приходилось то, что по чести от прадедов завещано. Да кто в ополчении против того? Да хоть князь Дмитрий поперек всех в первые воеводы залез. А что до других? Раз уж мы на войну собрались, головы на кон ставим, так уж давайте на берегу договоримся, за что бьемся, за какого царя, за какой порядок. Ты воевода шкуру неубитого медведя делить начал. Годно ли? Ляхов из Москвы прогоним, пока соберем всю землю царя нового избрать. Скользко это дело царей избирать. У нас войско Казанского есть свое мнение, за кем идти можно. И за кем же? Да уж чай не за князем Дмитрием. Все загадками говоришь, воевода. Я вот за ополчением давно иду, и битвы не боялся. Какой храбрый, ничего не боится. А слабой тебе, Юрий Дмитриевич, вместе с моими казанцами на Черкас сходить. Тут недалеко кровопивцы эти лагерем стали. А и не слабо. Интересно, и куда это нас направит? Да и на казанцев твоих в деле посмотрю. Так, у нас есть новое задание. Помочь, помочь, помочь казанцам. Хорошо. Это вы, да, ребята, если я правильно помню? Я эту миссию проходил, я помню, что надо делать. Ну что, мужики, отправляемся. Я, наверное, прошел от всей игры, если так вот вспомнить, процентов, наверное, 30, может быть, 40. В лучшем случае. Где-то так. Это я беру обороты и основные квесты, и вспомогательные, потому что некоторые квесты вспомогательные я не мог просто сделать, потому что они не отображаются вообще. То есть, ты вроде находишься в той локации, просто нет. Самое главное здесь не нарваться будет на квест, когда нужно будет себя показать, я бы сказал, с хорошей стороны, потому что читал я за один квест, я не помню его название, в нем можно просто прикурить и закончить на этом свою игру. Вы будете просто слушать по порядку и в то же время повторяющийся квест просто по кругу, потому что вы будете слишком добрым, чтобы его пройти. И вам нужно вот эту грань соблюдать между типа плохим парнем и хорошим, да? Поэтому очень там будет тонкая работа. Я, конечно, не знаю, но посмотрю по ситуации. Что будет, то будет, ребят. Не судьба, значит, не судьба. Я ни в чем, как говорится, не виноват. Знатно укрепились. В лоб пойдем хлебнем лихо. Они нас в раз заметят и пока подходим расстреляют, как перепелов. Ага. Долпой пойдем точно заметят. А один я мышью прошмыгну. Что задумал? Видишь, сколько у них пищалей? Значит, и пороха много. А я через дыру в ограде пролезу, прокрадусь и порох подожгу. А как взорвется, тут вы и нападаете. А откуда знаешь, что в ограде дырад есть? Да я с малых лет усвоил. С малых лет он усвоил и, соответственно, сейчас, ребята, мы сделаем проникновение мистера Джона Уика в лагере. Так, я не понял, в чем проблема опять, а? Какая загрузка? Кого? Чего? Ты что, угораешься? Ты успокойся. Я тебя вообще знать не знаю. Вот и все. Молодец. Пять баллов. Так. Ладно. Двинули. Лакер черкасов. По-быстрому делаем. Пороха не в бочках, подальше от огня держать должны. Да, пока тут найдешь. Если честно, меня бы, конечно, давно бы уже, наверное, спалили бы. Вряд ли бы я смог бы так нагло проникнуть в это заведение, но то есть, то есть. А, ну да. Здесь, как в тот раз, я помню, надо именно обойти вот справа. Нельзя вот так через палатку просочиться просто потому, что ты так захотел. Не работает. Чувак, чушь-то сюда-то идешь, давай шура отсюда, а. Ну-с, делаем мятеж. Вперед. Как он быстро шмаганул-то прямо? Бээээх! Красотища! А теперь начинается драка. Ладно, ладно, я вас услышал. Красотища. Какой ранг? Десятый? неплохо пристроили за заезжай нас клоуны твои до помогают тебе давай давай урок давай что-то как-то не очень прям и рок да что ж такое то а ты че стесняешься что ли тогда лови на драться будем давай если ты такой герой я просто угорать тебя ты че понял папа что ли не можешь чувак и рок меня не расстраивай держи от меня пошел нахрен так отлично отвоевали но в принципе достаточно просто все было проблем никаких не возникло так что принципе неплохо справились мы налегке долго конечно она почему-то вот грузится вот это да местами конечно это не очень-то меня радует ну реально долго прям вот побыстрее бы как-то на себя вела бы вот порой как-то вот побыстрее бы пожалуйста бы вот с уровнями не мы понимаем эта игра конечно российского заработчика у нее очень много минусов чем плюсов поэтому приходится вот это вот ждать высиживать что-то там пока это идет загрузка там сам самим как говорится и с собой разговаривать поэтому такое себе это удовольствие честно ну что ж такова такова реальность ну неужели вернуться в лагерь да а а больше ничего не надо было да вот это вот сделать эту вот загрузку оооо а где фпс то ребята фпс то отдайте пожалуйста а лагерь казанцев класс ё-моё блин ребята решили отдохнуть после буйной так сказать бы победы хотя если честно они ни хрена для победа не сделали вот все вообще короче просто игра мертвая стала фпс как это говорится наша проблема в игре пьяная правда новое задание чем не надо поговорить с алкашами что ли местными да как я помню послушать их не до доброго доброго хорош 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 пожалуйста давай не будем афризе тут серьезно в чем мужики из победа вас как у вас тут все нормально себе кто ближе будет боярин москве али дек показали в москву сколько подарков не отправляй все равно тебя объегорят твоя правда дек шургин он хоть и не по чину сидит а все же к нам ласков и самое что интересно вот эти вот просто вы тупые пьяные разговоры будете слушать вот никакой смысловой нагрузки никакой полезной информации там не будет вообще просто с пьяными чуваками ты постоишь послушать и басни сплетни все на этом все закончится рассказывай дядя дома говорят надо бы приказы в казани а вот дворяне московские да столько богатые да гордые были да столицу державы перед ляками защитить не смогли хе-хе да слабоватые москвичи босс хе-хе заелись да не мне конечно судить кто из них слаб а кто из них реально воин это не мне говорить проходи отдохни с дороги но всяко может быть блять как она лагает это посмотри просто жесть а бизна сляхов с москвы не прогонят а значит и нам чести надо больше чтоб выше смолян до нижегородцев быть он не высоковато ли дьяк шульгин говорил мол нашего брата век уж зажимают да в книгах пишут низко а наши деды за казань город первыми кровь проливали возможно ты и прав я за эту информацию ничего говорить не буду люди у тебя воевода храбрые да в охмелю говорят черти чо что ж тебе боярин не по вкусу а всяк верный человек в государстве знает что в державе одна голова должна быть и это царь на царство помазанный правильно а дьяки да воеводы вроде шульгина вашего то руки царские а не князья удельные раньше оно то может и так было когда царь был природный а сейчас почему мы чужакам верить должны дьякты у нас близко а царь не то что далеко нет его даже коли я да вся земля в придачу для тебя воевода чужаки то мне и на твоем перу места нет не кипятись боярин тебе место почетное мы всегда найдем да я на него не сяду бывай воевода вот и поговорили все советы раздаю да так выстрел спищали а печать казанская я не знаю что лучше ну фиг с ним найти семена стрема ухова а ну сейчас да надо обижать самый конец карта как я помню практически ну в принципе спасибо в принципе ну повоевали подрались там что пообщались перетерли какие-то там проблемы а по факту то ничего интересного да пошли вы нахрен и вот такие вот вспышки света как говорится будут постоянно в игре ты перебегает между такими-то локациями деревнями вот они будут просто появляться из ниоткуда вот эти вот бандиты там волки медведи там и замут еще появится на данный момент я только знаю три проблемы это разбойники медведь и волк все все остальное это просто обыкновенные крестьяне землевладельцы цари купцы там бояре и тому подобное даже стрельцы эти поэтому на данный момент я наблюдал только таких персонажей ну что ж давайте поговорим с семеном стрема ухова какие он нам там интересные выдаст речи войти воеводскую избу изба то у нас воеводская да ну привет может быть накатим пару стаканчиков братан пообщаемся заодно под костерчик поговорим нет о юра ну что как тебе молодцы казанские скоро ли ты к ним вторым воеводой пойдешь да пропади ты с такими шутками семён глаза бы мои не видели биркина этого вместе со всем его войском а что так итак который год у нас измена за изменой а тут и эти еще на себя одеял тянуть стали может это в охмелю расхорохорились погудят да успокоятся нет семён тут не пьяная болтовня видно что шульгин в казани засел как паук в углу все видит до за нитки дергает ох не сварим мы с ними каши не сварим да ну что ж что там с ними решать это уж дело князя дмитрия ты уж лучше друг любезный мне пособи а чего у тебя стряслось во строк войска то прислали а вот с едой припозднились еще денек и траву жрать начнем а местный нам хлеб слать не спеша все ясно хорошо найду я вам пропитание подожди немного так какую-то мне печать дали черкассы и поляки я думаю лучше это использовать ну ладно так подожди а что по поводу задания то снабжение провиантом получить совет от семена ну-ка не могу братец давай в другой раз хорошо я тебя услышал сколько пример на метраж понятно что сходку у вас ребята какая-то там да кто в лес кто по дрова ну коров какая прикольная и курятник и корова блин штука нету а да вот раньше люди жили да я как говорил по в одном видео я бы хотел вот именно окунуться в эту атмосферу ну просто вот даже хотя бы не самому поучаствовать а визуально посмотреть это знаете типа из серии машина времени просто вот увидеть как это реально вот люди жили вот добывали обычаи вот эти вот одежда разговоры взаимоотношения вот между людьми вот это я бы посмотрел бы это вы все то что сейчас наблюдаете вот на экране это же все написано в каких-то книжках учили как а был ли это на самом деле вот правда вот это же никто никогда не узнает люди которые жили да они передавали это но факт остается фактом только это передачка шла где-то наверное со времен ленина плюс-минус там да тогда там да с ней была видеосъемка там а вот эти вот года то вот там не знаю ледовое побоище там бородинское сражение там монголо-татайские игры там откуда-то знает вообще как это все было реально вот откуда только по книжкам а книжки пишут кто победители и победители напишет любую историю которую захочет чтобы она была максимально правдоподобной в то же время поддавалась таким реальным которые хотели бы видеть люди которые будут читать вот и все поэтому как вот это вот реально вот одежда вот этого да вот сабли как выглядела вот это вот вся вот их не вот бытовая тему откуда мы это знаем да написано написано мы в это верим возможно так это и есть возможно но не факт что 100 процентов есть поэтому я бы хотел бы увидеть вот это вот этими глазами вот но и к сожалению это невозможно сделать я бы хотел в это увидеть но не в этой жизни здравствуйте уважаемые чтобы правил правилент у вас доброго дня отец как тут ваше житье бытие и тебе здравствуйте лук к нему помаленьку милости божий а чё это любопытствуешь хочешь чего меня семён семёныч послал вашей жизнью поинтересоваться слышал о таком поди говорит спроси все ли в опалихе в порядке не жалуются ли люди на что а то говорит давно от вас весточек не было мы той семён семёныч уважаем так и передай ему он же первый защитник наш а что беда такая случилась нет в том наши вины погоди коч что за беда так нам обещались семён семёнычу обоз отправить он волки спасу нет на дворе скотину режут сейчас опять будет встреча с волками как тут обоз то а стал быть если на волков я управу найду обоз отправиться отправим тот вот те истинный крест то уж так не заворачивает а ше то глядишь заклинер тех зверей искать волк он нам а в бареломе таится как увидишь кости свежий да дух тяжелый стало быть где то там там они и есть окаянные ну что ж давайте отправляться в лес найти логово волков ваня 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 без хвоста ехал в поле до утра а ванька то такое потеряла всё долой ну давайте встречаться будем сейчас с волками захерачим их конечно может быть и быстро кстати я забыл пополнить запасы жидкости возможно я буду сейчас получать неплохо от них зависит от количества волков я вам уже говорил неоднократно если вы будете с ним вступать в драку и не дай бог они побегут за вами в город вы прибежите в любую деревню никто заступаться не будет вообще никто это абсолютно будет наплевать чего строишь что ли ну здравствуй уважаемый на поехали попадай 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 братан текстуры наши все я понимаю вот и вся миссия вот 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 если так прикинуть мозгами просто их ними человеческие они могли то сделать сами просто взять пару стволов тогда если у них вот оружие никакого нету вот просто взять там не знаю вилы топоры там и сковородки просто вот можно было зайти и захерачить их волков вот вот серьезно вот но товарищ стрелец юрка милославский должен был взять на себя все бразды правления и помочь бедным крестьянам соответственно мы это все и делаем а так да они могли сами строить эту проблему но есть более так сказать прошаренные прокаченные стрельцы которые могут решить данную проблему очень быстро и в короткие сроки ну что ж попросили попросили нам что ну здравствуйте еще раз уважаемый обернулся нашел зверью али так ягодками побаловался ну ловца и зверь бежит не успел даже пригрышную земляники набрать гляжу вон они серые на меня зубами щелкают вот напасть а а дальше что было дальше съели меня отче вместе с земляникой только я им поперек горло встал они и задохлись ты пошли кого пусть шкуры снимут да земляники принесут больно она у вас сладкая ай да ай да насмешил старика ежечас будут и шкуры и земляника а босс со снедью во строк Семен Семенович с его стрельцами отправите это мы все непременно мало зелезащиты дали ну пошуршали обратно лошадь я тебе говорю а то пойду скомарохи хор еще высоко народ смеши вегет будет без ладна чушь побежали лошадь я ребята не беру практически никогда Да, я вам объяснял, по какой причине. Если кто-то забыл, могу напомнить, причина очень простая. Если вы берете лошадь, она может очень сильно, рандомно на вас обидеться. Она может пропасть с текстуры, она может вас просто скинуть с седла, как говорится, да. Может зависнуть просто так. А может просто не появиться. По указке вашего, так сказать, свиста. Вот и все. Поэтому я стараюсь нашего товарища Юрчика всегда прокачивать, чтобы он был на спорте. И всегда на короткой и дальней дистанции показывал высокий результат на тот момент 16-го века. Поэтому товарищ мой Юрок, очень прокачанный спринтер. И надеюсь, что таких вот как он будет постоянно прибавляться в нашем полку. Малой, ты там что делаешь-то? А, ты кидаешь в башню стрельцу, который там спит типа что ли, или наоборот. Пытаешься его образумить. Да, тут тот же самый старпирот идет вот тот же самый, абсолютно. Он даже одет так же, как и тот, с кем я только что разговаривал. Просто вылитая копия. Да, сходи, обязательно. Ну, здравствуйте, Семен. Стримоухов. Поговорим? Голодающим воинам честь и хвала. Смешно это, Юра. Ровно скоморох какой. Не нашлось ли хлебушка там, где ты остроумия такого нахватался? Нашлось, не бойся. Поговорил я с крестьянами, пришлют они тебе хлеба. Вот спасибо тебе. А то воевать на пустой желудок плохо получается. Ну и слава богу. Бывай, Семен. Спасибо. Так, что по поводу у меня прокачки? А, у меня нет очков, да? Не хватает и с очков развития. Карл, ну почему так? Дядя, а как мне боярина Милославского найти? Опа. Дело у меня к нему. Так это чья? Я это, чего тебе? Дядька тебе ищет. Велено передать, чтобы ты бегом к нему бежал. А что за дядька такой важный? Какой-то голос у него странный. Да, ребенка не похож вообще. Важно-неважно и какой есть. Страшный с саблей. Велел тебя найти, передать, чтобы бегом. Делал. Ха, интересный какой дядька. Что ж, боярина указания выдает. Ну а где его найти-то, дядьку этого? Я объясню, тот недалеко. Интересно. А, это же этот, как его, по-моему, это князь Пожарский будет. Или, да. По-моему, будет Михаил Пожарский, да. Это не будет какой-то просто хер с горы, который будет мне указывать. Потому что в то время, ну, я, конечно, говорил местами из-за вот эти диалоги Юрия Милославского, что он иногда разговаривает высокомерно и детски, что за это можно было бы прям дать ему пару воспитательных уроков. Но в то время, я понимаю, что люди разговаривали по статусу. То есть, тогда было все равно не так, как сейчас. Законы, камеры, там, последствия, какие-то там ценности. Раньше просто люди убирали вообще на изи. Кто-то что-то сказал, кто-то кого-то продал, кто-то кого-то купил, кому-то изменил, подставил, там, убил, все. И независимо от его статуса, а статус, конечно, здесь играл в рот, он боярин, да, и на него базарь, в принципе, никто не может, не то, что выше его рангом, некоторые даже будут его бояться, а те, кто вообще под ним ходят. Они даже не могут не то, что рот открыть, даже пернуть его в сторону не смогут. Потому что он настолько будет с них спрашивать, что они просто потеряют все свои, так сказать, ценности, как люди, и он их просто убьет. А, подожди, это же не Михаил, это будет дядька этот, Святослав, по-моему. Да, как ты его, подожди, как он? Как, 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 как его? Первая драка, наш с кем была-то. Привет, братан, узнаешь меня? Это же Гри... А, Гриша, братишка, прости меня, пожалуйста, прости, прости, братуха, что я тебя не узнал. Можно я твой сундукан открою? Не против? Ребят, только не бейте, пожалуйста, только по седлу не пинайте мне. Змеевик какой-то, Дарья. Синь с оружием плюс 10, 2, плюс 5. Я лучше оружие оставлю. А вот замена с правой брони, вот это нет. Люди не об отдельном царстве мечтают. Но это уж князю решать, что с ними делать. Эка. Но ничего. Найдем и на них управу. А пока ты лучше о боярине вспомни, да мне поцели. Боярина я и не забываю. Что сделать нужно? От боярина кручины песец сбежал. Да где-то здесь, в округе, и сховался. Найти его нужно кровь из носу. Он приметный. Борода косая, на ногу хромает. В гуру. Серьезно, братан, прям хромая, да? Сидит поганец. Ну что ж, песца разыщем, коли нужно. Вот тогда жду тебя с беглецом. Сыскарь ты наш. Хорошо, я попробую найти его. Григорий сказал, писарь этот может по деревням прятаться. Пойду поговорю со старостами, вдруг видели кого. Писарь, говоришь, да? Шо? Найдем вашего писаря. Да пошел ты. Буду я на вас время тратить драгоценное. Оно мне абсолютно не нужно. Далековато шлепать-то. Да. Нет. Писаря. Нет. 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 пробежать 300 метров в принципе на одном дыхании для нашего юка это не проблема как мы говорили ранее ребята вся игра сводится к четырем принципам доложи принеси убей и выследи вот эти четыре концепта будут на протяжении всей вашей игры ребята все абсолютно здесь но ты опять меня что дядька ищет да не ночи тебя воевода ищет о какой такой вывода а из войска пришла что за городом стали ну раз казанский воеводы меня искал стоит уважить его дело для настоящего мужчины здесь же надо будет кого-то сейчас так давайте выполню дополнительно квеста да попробуем на теплоходе музыка играет а я один стою на берегу на широк по полю гуляет в поисках казану а на теплоходе музыка играет а я один тут сабли пробегу и почему-то я не понимаю когда я эту игру пройду ну да действительно долго 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 бежать нам где у нас тут вход ну рассказывай что от меня хотите хочешь ты юрий дмитриевич охотой позабавиться или ты больше рыбалочкой промышляешь а пушков тягать дел хорошая и походится я не прочь я не прочь да вот дела не пускай а то мне рассказывали что леса эти ярославские заповедные и зверь тут ходит такое что кто его добыть сможет век славен будет такие лютые да тут леса такие что и иногда бы что долгов конечно ты читаешь слушать и шел то раньше даже не знали с 3 зверя что никаком залезу не даются это что же за зверь такие змея горын 4 головы да нет полк есть белый как серебро и здоровый что твой теленок и стаю ведет себе под стать о серебряная шкура такую хорошо на воротник а еще хозяин есть никто на него ходить не хочет он сам до охотников охочи любит значит места людского поесть ух какой а это же этот медведь читает да что ж спасибо за науку увижу такие чудо в лесу попытая удачу начале мы ребята ложим у ликвидирует сами белого волка а только потом мы должны будем ребята сами добраться до медведя людоеда ну чтож вперед за нашей первой целью но где-то ну здравствуй заряжай а так то кстати у на хрень какой большой до подпасть как он жирный от гулял ты свое волчара нить а он реально большой как человек прям позвал своих шестерок блин мое блин да все 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 успокойтесь чайки блин ладно не хотите по хорошему сука бы по-плохому может и попадешь по нему не то откуда у меня хрена восстановилась полностью что-то я не понял муж какую-то оберег я одел а ты чё там эй ты ай пошел ты нахрен а и и и и и и и и ну завис он ну и что ну главное что выполнил задача основные мы победили бело волка но он нереально большой он прям где-то как человек даже больше на человека выглядит в принципе-то да конечно в игре оптимизация оставлять ждать лучшего здорово и вода видал серебряная шкура здоровый как теленок о юрий дмитриевич действительно чуть меньше теленка не брехали значит местные и шкура какая красивого зверя добы поздравляю спасибо теперь надо убить ребята медведя-людоеда не будет немного по тяжелее но в принципе он достаточно тоже простой такой в общем с ним тоже проблем не возникнет если сильно захотеть его можно сразу же прям переобуть но можно и конечно постараться сколько до него там 300 метров дистанция но это ни о чем поэтому сейчас мы с вами найдем этого большого жирного медведя который убивает людей и соответственно их принимает в еду а мы после того как мы его победим а это будет сто процентов это неизбежность мы на этом ребята закончим с вами очередной часть прохождения игры смута вы ребята пожалуйста не забывайте с вас лайкос коммент подписка с нас дальше прохождение этой я бы сказал бы казуальной игры в которой есть много вопросов и так мало ответов ну не стесняйтесь ребят если что-то интересно спрашиваете так а ты кто а ты откуда здесь появился то уважаемый держи я так и думал пока ты будешь соображать мы тебя уже убьем так вот здесь стоит большущий такой жирный медведь который нам нужен как выполнение данного квеста ну привет как у вас едой все нормально держи на не попал да давай урок молодец окончился лютый теперь у леса новый хозяин будет безусловно дали какой-то оберег королёк что мы все представляет мне интересно уклонение плюс один она мне надо если честно но здоровья пусть 15 мне точно не помешает вот если честно я вот за эти вот амулета обереги там талисманы я вообще не шарю я я просто их вот тут попался я посмотрел что есть у него хорошая стата хорошие бонусы я просто его отдела все как бы не вот вообще фиолетово если у него есть хорошие прыжки я его одеваю нету прыжек я его естественно не употребляет так сказать вот и все поэтому ну ну есть 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 нет так нет даже нормальное явление малолечебное малоглушающее что только нету блин давайте расскажем про этого большого медведя которому победили у нас появится неоспоримый опыт уважения и нам скажут что юрий дмитриевич вы действительно не только словами можете разговаривать так еще и дело можете это подтвердить а все прекрасно знают что пиздоболик нашем современном мире да и в то время то пошли вы нахрен что даже в то время не говоря уже про наше современное нужно не только говорить говорить можно красиво да знатно но после твоих слов красивеньких которые по ушам проехали людям которые действительно это слышали поверили ты должен подтвердить это делом если ты не исполняешь и не подтверждаешь свои слова действиями не стоишь того что ты говоришь то люди просто тебе отвернуться потому что ты балаболка или шалаболка кому как больше нравится поэтому с тобой кто даже дело иметь не будет а в это время когда мы сейчас находимся здесь смутное время только только действиями слова это вообще были это так вот это пыль была в глазах людей а вот слова которые подвиждали действиями вот это уже имела неплохой вес ну что уважаемые в этом взлетели что ли фаня на суслан доброго денечка новость расскажу был в этом лесу хозяин да весь вышел неужто самого хозяина завалил и как он ой страшный если честно говорить насилу одолел надо бы к его берлоге кого послать там костей людских много похоронить бы да отпеть да шкуру бы снять показать честным людям что бояться нечего людей найду сделают да и на торгу стоит объявить что за героя кругу от такой напасти избавил не знаю кажется это лишнее ну по рассказам в этом лесу только индрик звери остался да вот найдет его лишь чистая девица не я не ты на девицу особо не похоже да не увязочка ну если еще про какого диковинного зверя узнаешь расскажи хороша забава зверя по лесу гонять безусловно давайте дорогие друзья на этом я закончу свое очередное видео в следующую часть прохождения игры смута если вы не против всем спасибо за лайкос за коммент за подписочку и все остальное всем ребята удачи и берегите себя